всем привет с вами дамгами продолжаем играть в херрис фар 4 за империю грифонов в мод эквестрия отвор в прошлой серии мы выполнили очень важную операцию мы всех наших субъектов вернули обратно в наш встав и сейчас потихоньку будем их интегрировать какую-то промышленность я думаю нужно восстановить и в принципе ские ресурсы потому что у нас сейчас действительно некоторые проблемы с этим с логистикой у нас все прекрасно у нас очень много снаряжения но вот пони наших войсках маловато особенно учит что нужно очень много чего оккупировать я думаю просто сейчас возьмем и распустим где-то какую-то часть армии кажется поставить сейчас по распускать малообученные войска вот собственно говоря потихоньку восстанавливается так мы выполнили фокусы на интеграцию теперь у нас собственно говоря именно эти и стоят политики потихоньку здесь сопротивление опускается и растет подчинение у нас пони ресурс немножко возвращается в норму так что скоро мы в принципе можем начать восстанавливать нашу армию ее можно выводить из гарнизонов и более того все территории постепенно станут нашими национальными а значит наш ван пауэр из 6 миллионов национальных станет 30 возможно мы даже сможем понизить чуть призыв потому что здесь конечно неприятные дебафы но все как бы посмотрим пока у нас очень много снаряжение его некуда освободивать потихоньку мы исследуем истребители уже 2 уровня пока у нас и конечно не было мы себе не могли позволить теперь можем я также как вы можете видеть делаю бронемашины я планирую бронемашинами дополнить наших рыцарей возможно увеличить чуть-чуть ширину фронта рыцарей также увеличить ширину фронта пехоты добавить им скорее всего тоже проники в разведку возможно обычную посмотрим и также в наших танках поменять моторизованную на бронированную разведро там но это все нужно еще под исследовать построить потому что мы сейчас на легких танках тысячи пятого когда у нас есть 1012 уже вот-вот как бы да то есть мы в принципе чуть теряем минимум видеть надежность 43 за 95 можно намного больше чего навесить на танки как и скорость собственно говоря будем исследовать потихоньку все движемся мы сейчас к пятой ячейки снизу можно догнать больше вещей вот так целом у нас все покажет хорошо параллельно здесь началась война лунной империи с чей чейнерлингами я бы даже сказал что я пока не знаю кто победит скорее всего лунная империя пойдет хотя промышленности у нее военный чуть-чуть поменьше в обычное чуть побольше но дивизий у них точно поменьше хотя здесь вот есть допустим перский военный план какие-то бафы но здесь тоже они есть так что ясно будем смотреть ну судя по всему лунная империя вот-вот пойдет мы тем временем уже подходим нужным исследованиям мы следуем танки авиацию пушки обязательно потому что именно от не зависит что можно поставить на наш танки фокусом и вот-вот пойдем новые ячейки то нам облегчит конечно же задачу промышленность у нас подросла потому что много чего уже национализировали практически то есть с ростом починия растет и доступ к фабрикам ресурсам собственно говоря вот-вот мы уже объединим консолидируем это территория а вот и капитуляция лунной империи теперь им останется только лишь добить небольшие анклавы на юге а затем пойти уже по фокусам вот этим вот по подавлению сопротивления это кстати займет я думаю у них неплохое количество времени здесь видите обязательно служба а мы повара не так уж ты много гарнизона сейчас полетит еще намного больше но нам пока еще ищем заниматься на нашем континенте и так мы наконец-то интегрировали все захваченные территории у нас ведь лимит менпауэра очень вырос а значит мы чуть-чуть понижаем призыв чтобы ваш промышленность восстановить чуть-чуть улучшились по фабрикам военным заводам все тоже у нас отлично потихоньку устроим также сервис это агентство сейчас пойдем к фокусам на собственно говоря боевые действия хотя может быть мы просто сами что-то тоже начнем параллельно чтобы сэкономить какие-то фокусы и так мы тут приготовили казус были на королевского white tail правильно с этим подготовили уже авиацию которым как раз исследовали и уже плохими темпами собственно говоря строим на нам очень пригодится в будущем также мы тут танчики новые сделали тоже они уже строятся еще конечно мы сейчас доуда исследуем двигатели броню повысим получше сделаем чуть получше модель но уже неплохие модели строятся исследование собственно говоря потихоньку разгоняются и мы параллельно потихонечку будем завоевывать уже страны какие-то даже без фокусов чтобы просто ускориться собственно говоря проблем никаких конечно же нету захватом как мы можем видеть просто спокойно проходим внутрь мы тем временем также изменили наши шаблоны пехоты так теперь 27 ширины фронта 2 артиллерии птв остальное пехота легкобронированная разведрота поддержка пво и возможно мы сейчас достроим и поставим сюда либо ракетное еще либо птв посмотрим на самом деле танков здесь пока вряд ли будет встречаться так же скорее всего поставим себе просто противопехотную атаку посмотрим рыцарей я поставил просто 20 потому что на самом деле до 27 поднимать их дороговато будет а артиллерия здесь ну себя не так хорошо показывает на самом деле то есть как бы да атаки побольше но не настолько чтобы как бы хотите их менять тем более что мы еще следуем у них еще повысится статы все-таки специализированные войска хороши сами по себе а вот и подходит капитуляция мы практически не понесли потерь но нанесли конечно же огромные правильно мы тут открыли имперскую воздушную академию я вот сейчас думаю насчет того чтобы открыть имперское адмиралтейство но пожалуй сначала я хочу следовать вундерваффе чтобы исследовать ядерные точнее атомные исследования побыстрее тоже мы конечно по радио очень сильно отстаем но все догоним а вот и капитуляция подъехала и мы уже переносим нашу армию на следующую нашу цель ну и как-то так мы сюда а тут кстати на западе настоящая шла причем я даже не не уверен в том что собственно говоря кризалис может победить дело в том что людей здесь просто потихоньку не остается если быть точнее поняту даже стоит всех под ружье и как мы видим тут буквально вот они только-только доходит до военкомата и сразу идут на фронт конечно тут промышленность огромная но скоро дивизии просто ничем будет пополнять здесь же резервов еще вполне себе нормально то есть здесь вот расширенный призыв здесь конечно же дать наслублено все равно еще хватает людей мы тем временем потихоньку сейчас стартали за фокус чтобы пошел год уже отката на следующий и идем к восходу империи на самом деле даже не знаю за кого мне стоит болеть потому что я все таки наверно хотел чтобы чей-то чейндж линги победили потому что если они победят то они просто потратят все свои ресурсы как видео не все у них все поломано у них я уверен здесь просто ужас что происходит по гарнизонам здесь еще проблемы везде со снабжением будут то есть у них действительно ситуация страшная но это война и защиты ресурсы обеих сторон что он не может нас конечно не радовать потому что в теории нам в любом случае воевать пришлось бы либо с теми либо с теми а нам тем временем с того как мы захватим эту страну кстати казу были готов мы можем нападать нам нужно будет сразу наверное идти грифонов республику потому что иначе они в один момент сами нас нападут в очень неудобно для нас скорее всего момент вот поехала капитуляция вот ему все регионы смотрим что у нас по оккупации все на самом деле очень даже в порядке и готовим сразу же ту армию для наступления сюда кстати я замечу они напали на витину это очень даже кстати для нас сейчас может быть так мы на позициях мы в принципе готова начинать у нас здесь тоже авиация подготовлена конечно цифры еще не огромные насколько у нас уже 3000 самолетов вполне себе приятные цифры тем временем что здесь давайте посмотрим на западе 0 по ней ресурсов здесь они кончаются здесь на самом деле еще много но видимо не просто не так плотно часто войну а здесь вообще уже тоже все взрослые проходят службу хотя здесь еще хуже все и я подозреваю гарнизоны делают все только хуже и хуже потому что ну там просто невероятное количество думаю сгорает в них можем конечно отправить аташе кстати они не согласятся хоть кто-то согласится ну ладно может нет даже какой-то минорчик не захочет итак мы готовы они там довоевали я чуть-чуть буквально подождать чтобы потом варскор с кем-то не делить и вот мы готовы собственно говоря мы здесь даже танки подогнали до обучали тренировали наши войска до регулярных и собственно говоря начинаем боевые действия но пока все выглядит конечно же очень просто особенно с нашей раз хотя но тоже как видите почти не успевает поучаствовать боях потому что их практически нет на севере здесь просто нет никаких войск вообще дивизии есть 16 35 но это звучит как очень мало то вряд ли хватит даже на фронт а вот и восход империи отлично пока что можно поисследовать что-то еще конечно же да то есть нам допустим через население было бы прекрасно исследовать хотя давайте пока сюда пойдем войны мы пока можем повезти и с помощью обычных вот таких вот как спели той простой причине что фокусы делаются долго 50 дней а как забыли на одну сторону делать всего 10 дней да там их сразу несколько но в целом зачем тратить 50 дней собственно говоря республика почти капитулировала потеря здесь примерно 10 к одному там манхэттен капитулировал параллельно я боюсь это реально закат чейндж лингов им просто нечем воевать на вот сталинград сейчас будет очень даже на коне вот и капитурация подоспела обычно пропустить вход что не хватает пар скоро и вот мы готовы теперь угроза на севере у нас нету осталось только немножко угроз на юге и такая большая плотная угроза на востоке который тура стоит заняться собственно говоря сюда мы часть гарнизонов наверное переброс точнее часть наших армий ну а захватывать будем пока юг а готов нас очередная казбелли мы просто закатываем то небольшую страну и уже готовим казбелли на империю мара собственно говоря капитуляция будет прямо сейчас одна тысяча против 35000 цифры конечно ужасающие а мы сразу же готовим новое завоевание дело началась война лиги ужаса с арктурианским орденом интересно будет кто победит собственно говоря я ноль информации они так что этого я знать не могу что это видимо что там что там изолированные страны здесь мы уже можем принципе являть войну есть немножко еще пообучал наши войска можете видеть уже очень много кто армию это потому что принципе мы доктрины исследовали военных здесь проставили возможно не стоит уже сменить и военного теоретика на какого-то другого теоретика возможно это будет как раз кейтерный или ракетостроитель посмотрим мы тем временем доделали наш армии видите у нас три полноценные пехотной армии и скоро достроится танковая армия с прицельными на подходе для 4 пехотной армии просто сметаем мы нашими войсками перимара абсолютно без шансов собственно говоря самое сложное было провести операцию вот здесь когда мы были в окружении врагов теперь уже нам сложно противопис поставить хоть что-то потери просто колоссальная а вот и капитуляция еще одна сторона пола перед империей грифонов и вообще думаю это можно под закончить теперь мы неплохо расширили наши границы захватили предателей на севере предателей на юге и сейчас уже захватываем нейтральные страны фокусом я решил все-таки ставится к промышленности у нас принципе так все отлично и побыстрее сделать фокусы вот эти вот чтобы быстрее начать интегрировать все эти территории ведь так или иначе наши людские ресурсы а если бы точнее пони ресурсы в один момент могут начать заканчиваться хоть сейчас у нас все хорошо даже с расширенной призывом что как вы помните мы понесли его потому что нам в принципе с нашими новыми территориями хватало бы и расширенного у нас уже сформировались очень неплохие армии наши генералы тоже весьма хорошие здесь вот девять атаки потихоньку они обрастают всякими полезными чертами также я назначил одного генерала мастера наступления а вот этого мастером пехоты теперь уже она специалист поднимется до восьмого будет гением также мы кого-нибудь попробуем продвинуть но попозже возможно допустим логистику возможно перегруппировку посмотрим а на этом серии мы заканчиваем с вами был доп.гай подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии все как обычно до скорых встреч новых сериях